Нормальная микрофлора, в данном случае влагалище, имеет огромное значение в состоянии женского здоровья. Что такое микрофлора влагалища? Это огромная армия позитивно к нам настроенных микроорганизмов под названием в основном лактобактерии или палочки додерлейна. Они расщепляют гликоген, который входит в состав клеточки петелия с образованием молочной кислоты. Поэтому во влагалище кислая среда. Если какой-нибудь залетный господин, какая-нибудь бактерия решит пролезть в эту кислую среду, он там просто-напросто не выживет. То есть кислая среда влагалища это нормальный щит, который мы с вами используем и даже этого не замечаем. Щит от различных там, здравствуйте, Денис, но сегодня такая женская тема, от различных возбудителей. Что влияет на микрофлору влагалища? Ну ясное дело, фаза менструального цикла, вот, вы замечаете, что в первой фазе, ну как бы ощущения они разные, в первой и во второй фазе. В первой фазе суховато, во второй фазе более влажно, но это больше зависит от гормонов, да. На самом деле микробы тоже себя чувствуют по-разному. Гормональный фон, контрацепция, ну да, особенности гигиены, то есть вы живете в жарком климате или в холодном климате. Степень половой активности, и существуют так называемые степени чистоты влагалища. Все зависит от того, сколько нормальной микрофлоры и бывает ли патологическая какая-то микрофлора, вот в 4 степени чистоты влагалища бывает. И, конечно же, возраст, потому что возраст равно это еще и активность гормональная. Очень часто, скорее всего, вы сталкивались, девчонки, с такой фразой «бактериальный вагиноз». Это когда во влагалище мало наших, соответственно, не наши начинают качать права и начинают какие-то быть проявления. Например, если качают права такие возбудители под названием «гарднереллы», то это будет довольно неприятная такая ситуация. Это обильные бели, может быть, зуд и жжение во влагалище, но, как правило, этого не бывает. Но как это можно заметить? Определенно неприятный запах, будто бы тухлая рыба. Вот если это, ну, бывает такое, и у здоровой женщины время от времени такое можно заметить у себя, да? Вот это знаете, что свои сдохли, а гарднереллы начинают качать права. Красивое название – гарднереллы, но, как бы, лучше бы они прошли мимо. И второе патологическое состояние, от которого, здравствуйте, здравствуйте, от которого страдает большое количество девчонок, особенно, вот даже если никогда не было молочницы, но девочка беременеет, и на нее вот наваливается эта молочница. Во время беременности происходит снижение нормального иммунитета, и, соответственно, молочница вступает в свои права. Кто победил? Победил дрожжеподобный грипп под названием кандида. И тогда будут выделения белые творожистые, очень часто зуд и жжение, и, может быть, боль при мочеиспускании при половом акте. Вот такие вот неприятности в связи с чем? В связи с тем, что просто наших стало меньше. Зачем нам гинеколог? Вот я сама гинеколог, но гинекологов терпеть не могу. Это страшное дело. Мне лучше два раза к стоматологу сходить, чем один раз к гинекологу. Но у него есть возможность визуализировать. У 10% здоровых женщин находят ВПЧ. Доброкачественные опухоли в молочной железе. Мы немножечко этот момент с вами уже разбирали. Я считаю, что даже если вы просто слушаете, потому что нравится слушать, но ничего не делаете, я, по крайней мере, рассказав, опять напомню вам о том, что нужно заниматься самообследованием молочной железы, уже позитивную карму себе зарабатываю. Потому что из тысячи человек, может быть, если даже одна женщина найдёт у себя какую-нибудь там горошинку, обратит на это внимание, и это будет вовремя. И вовремя всё это дело произойдёт, то есть, ну, как бы, настороженность онкологическая должна быть, то это уже очень-очень хорошо, это уже спасённая жизнь. Итак, что мы должны видеть, что мы должны искать? Всё бы хорошо с этой золотой осенью, если бы не вазомоторные расстройства. Это то жар, то нормально, повышенная потливость, когда будто бы на тебя ушат воды вылили, головная боль, низкое артериальное давление, либо оно высокое, озноб, сердцебиение, бывает ещё чувство страха какое-то, да. Ну, всё наладится, я вам просто обещаю, да. Какие ещё могут быть эмоциональные психические расстройства? Ну, есть такая нехорошая фраза, клемманутая, да, или «я клемманула», да. Вот, это где-то оттуда, оттуда, потому что, ну, как-то немотивировано, вроде бы всё нормально, и тут на тебе какая-то эмоциональная такая вспышка. Раздражительность, может быть, сонливость, когда невозможно соскоблить себя с постели, либо слабость, либо беспокойство, или депрессия, или невнимательность. Очень многие жалуются на снижение памяти в этот момент времени, и очень многие жалуются на снижение либидо, но это не факт на самом деле. Я не знаю, есть ли тут Мариночка, Марусик, вот она ездила на производство США, НСП в США, в Соединенные Штаты Америки. Я не могу забыть вот её впечатление. Самое большое впечатление было от тех девчонок, которым... Марина, если ты здесь, сколько им было лет? Ну так, чтобы не от меня, но лет 80, к примеру, за 80. Это девчонки, которые последние 40 лет используют корректоры питания НСП. Травы используют, витамины, системы детоксикации. Вот всё, чему мы с вами только учимся, они 40 лет, это уже дело... О, Мариночка здесь, приветик. 78 лет, а другой 81, а ещё 76. Ну, во-первых, я видела фотки этих девушек. Это вообще, это просто великолепные создания. Очень красивые женщины. И уж не помню, кто из них взяла Марину за грудки и говорит, береги тех людей, которые рядом с тобой. Береги папу, береги маму, береги всех людей, которые вот сейчас в твоём возрасте, потому что самая большая проблема возрастного человека, ну, которому 80. Все, с кем учился, уже поумирали. Все, с кем работал, их уже нет. Все, там, ну, там, муж первый, муж второй, да, а вот их мужья, видите, по 82 года, да. Очень ценно, когда вместе идёшь, да, вместе по жизни с человеком, долго идёшь по жизни с человеком, которого любишь. Так вот, а одна из них по большому секрету Марине сказала. Ты знаешь, мне столько-то лет, вот не помню, кто из них, да, и секс у нас каждый день. Где снижение либидо? Это что за сказки такие? Кто вам такое рассказал? Просто на нас, ну, мы иногда на себя какой-то груз такой вот нацепляем. Знаете, женщина, постсоветская женщина вообще молодец. Она берёт на себя ответственность за своих детей до их выхода на пенсию. Ну, нельзя так. Дайте людям самостоятельно развиваться. Если вашим детям 17+, у вас нет детей, у вас есть наследники, всё, занимайтесь собой, а они пусть занимаются собой, потому что вот эти вот женщины, у которых удушающая материнская любовь, да им не до либидо, потому что, видите ли, у них проблемы. Говорю, какие у тебя проблемы? А у меня сын вот так-то, дочь вот так-то, внучка вот так-то, правнучка вот так-то, и живёт за всех, в том числе за своего попугайчика. За себя нужно жить, тогда с либидо будет всё в порядке, будет время для этого, понимаете? Эмоциональная сфера будет свободна, и время для этого. Ну ладно, поругалась. Теперь давайте урогенитальные состояния. Какие у нас бывают урогенитальные? Ну, вот такое, из самого неприятного. Сухость влагалища, да? Сейчас будем разбирать, что с этим делать. Ну, боль, соответственно, при половом акте, потому что, извините, сухость влагалища, сутжение, потому что очень тоненькая, ранимая, слизистая оболочка, и урогенитальные расстройства, а именно. Или, ну, такие императивные позывы на мочеиспускание. Только захотела, уже быстро нужно быть в туалете. Только захотела, уже надо быстренько быть в туалете. Или чихнула, подпишнула. Ну, такое недержание мочи, да? Вот, или, например, бывают бесконечные циститы. Тоже очень неприятно. Что еще из урогенитальных группа? Урогенитальная группа и изменение кожи придатков. Вы видите, что у девочек помладше волосы блестящие, лоснящиеся, такие прям нэ-нэ-нэ. А потом какая-то сухость, ломкость ногтей, выпадение волос. Ну, в общем, три волосины. И те седенькие такие, да? Вот это изменение кожи и придатков. Это тоже эстроген-зависимая вещь. Ну и позднее обменное нарушение. Это, конечно, остеопороз, сердечно-сосудистые заболевания. То есть, когда портится осанка и походка, это значит остеопороз. Это значит, с этим нужно работать. И видите, это тоже эстроген-зависимое состояние. Когда эстрогенов много, то ничего этого не развивается. Почему? Потому что по нашему телу всюду-всюду-всюду разбросаны рецепторы к этим эстрогенам и прогестеронам. Рецептор – это замочек. К нему есть ключик. Ключик – это эстроген или прогестерон. И когда этих ключиков дефицит мало по возрасту, рецепторы все равно есть. И они хотят, чтобы их кто-то открыл. Потому что если открыть, то в клеточке молодежный процесс пойдет. А если не открыть, то молодежный процесс в клетке не пойдет. И нарушения вазомоторные, эмоциональные, урогенитальные и так далее, которые мы с вами уже разобрали. Как пытаются лечить климактерические расстройства. Значит, по поводу, из чего делать гормоны. Смотрите, мы с вами должны понять, из чего делаются наши эстрогены и прогестероны. Понятно, что если яичники настроились делать меньше этих гормонов, то они и будут делать меньше. Но, если мы сделаем так все в организме, что строительный материал есть, все витамины есть, все есть, то что бы, ну, по крайней мере, из всех возможных вариантов, эти ваши яичники будут все-таки немножко больше делать гормонов, чем у тех девчонок, которые не понимают, из чего бы их сделать. Так вот, холестерин – это притеча наших с вами стероидных гормонов всех. Смотрите, из холестерина делается прегненулон, из него делается прогестерон. Смотрите, сколько проблем возникает у женщин, в том числе гиперплазия эндометрия, в том числе эндометриоз, если не хватает прогестерона. Это мы с вами уже разобрали. Из прогестерона делается тестостерон, а потом эстрадиол. Кортикостерон – это стрессовый гормон надпочников и кортизол – стрессовый гормон надпочников. Смотрите, как все интересно. А теперь скажите ради осьминога. А где мы обычно, вообще, откуда мы обычно берем холестерин? Откуда мы его обычно берем, холестерин-то? Ну, холестерин – это жир, да, безусловно. Из пищи. Ну, из куриных лапок. Ну, из пищи, понятно. Мясо. Мясо содержит холестерин. Печень вырабатывает тоже, да. Печень сама вырабатывает, да. Из питания и из печени. Ну, из продуктов питания. Мясо, яйца, да. Вот, рыба. Все продукты животного происхождения содержат холестерин. А что нам кардиологи говорят? Батенька, у вас высокий уровень холестерина в крови. Может, хватит есть мясо? Может, надо ограничить количество яиц? Вот так вот говорят. Кому такое сказали? Масло, да. Помните? Ну, Оля не помнит. Она молодая девочка. Как нам масло заменили на маргарин под названием рама. Помните такое дело? Да, говорят, вредно. Да-да-да, конечно. Так, господа, мы в надежде спастись от атеросклероза полностью обезжирили свою пищу. Человечество где-то смотрело статистику. На одну треть стало меньше яиц есть. На 50% меньше мяса стало яиц. Кто заметил, что ведется противомясная пропаганда? И где-то рыбы, по-моему, процентов на 48% меньше стали есть. У меня вопрос, а что они тогда едят? А также второй вопрос. Ну, ограничили мы количество жиров? Ограничили мы количество холестерин, содержащих продуктов? Что не каждый второй умирает от инсультов, инфарктов. Нам как-то полегчало? Нет, не полегчало. Наоборот, все хуже и хуже. Так вот, холестерин критичен для жизни. Теперь вы знаете, что для производства стероидных гормонов, а также для производства витамина D, который будет способствовать усвоению вашего кальция, о котором мы, если мы успеем, сегодня поговорим. А также это запчасть к каждой клеточке. Поэтому нельзя огульно, ну как бы огульно уже было. Понимаете, теперь нужно вдумчиво относиться к этим вещам, в том числе и к жирам. Жир жиру рознь. Самый вредный жир – это маргарин, это смертельный жир. Везде ищите на этикетках, и вы швыриваете из своего питания. А холестерин – это строительный материал, это ремонтная мастика для изможденных кровеносных сосудов. Действительно, из пищи проникает в наш организм. А если вы с пищи не дали, то будет расхлебывать это безобразие ваша печень. А ей есть чем заняться, кроме того, как делать вам холестерин. Понимаете? Тоже наругалась? Хорошо. Так вот, если мы уже и этот вопрос поняли, но все равно происходит снижение количества женских половых гормонов. У нас с вами два варианта. Либо пойти на заместительную гормональную терапию, либо придумать что-то еще. Ну и третий вариант – не делать вовсе ничего. Как работает заместительная гормональная терапия? Так же, как комбинированные оральные контрацептивы, вот кто использовал или использует для того, чтобы не забеременеть, для профилактики нежелательной беременности. То есть это гормончики в таблеточной форме. Вы их кушаете, и они попадают в кровь. В крови они взаимодействуют с рецепторами, о которых я говорила, которые есть во всех органах и системах. И в целом яичники понимают, ух ты, за нас работают. Яичники это видят. За нас работают, мы можем не работать. Соответственно, яичники засыпают, они не делают ни эстрогенов, ни прогестеронов. Работают только вот эти вот гормоны, которые вы даете снаружи. Ну и посмотрите, гипофиз, гипоталамус – это такие штуки, которые в головном мозге находятся. Они вообще регулируют эту систему. То есть если гормонов мало, то гипоталамус говорит гипофизу – сделай гормоны приказа. Гипофиз говорит – хорошо, делает гормоны приказа, и запускается работа яичников. А если мы снаружи работаем гормонами, то эта система вся отдыхает. Вся эта система отдыхает. Поэтому девочки, которые пьют коки, гормональные контрацептивы, у них есть месячные, все в порядке, но это не месячные. Это менструалоподобная реакция. А девочки, у которых уже нет месячных, они используют это как ЗГТ. Ну как бы и нет месячных, но и яичники не работают. Поэтому мне вот тут немножко странно. С одной стороны, хорошо, что мы щекочим те рецепторы, которые хотят, чтобы их пощекотали. Все нормально, наружными гормонами. А с другой стороны, собственно, яичники не работают. Поэтому есть другой вариант – работать травками. Чем это интересно? Когда вы работаете травками, это не гормоны. Это фитопрогестероны или фитоэстрогены, что-то похожее, но не гормоны. Яичники понимают, что за них не работают. Снаружи гормоны не дают. И пашут на всю свою мощность и свою активность. Также работает гипофиз. Также работает гипоталамус. А мы вот этими, ну не совсем четко подходящими ключиками все-таки заводим определенное количество замочков. И в этих клетках развиваются молодежные процессы. На мой взгляд, мне более близка именно вот такая работа с организмом. Потому что, знаете, если вам 45+, завтра гормонов больше не станет, чем сегодня. То есть что-то все равно придется делать. Или ничего не делать. Ну просто принять решение. Я становлюсь бабушкой, точка. Тогда можно ничего не делать. Или что-то делать. Ну давайте по заместительной гормональной терапии. Плюсы и минусы. Плюсы рассказала. В целом вы на гормональном фоне младше. Минусы. При повышенной свертываемости крови нельзя. При заболеваниях печени нельзя. При варикозном расширении вен и склонности к тромбозам нельзя. Ну при... Это там есть ограничение... Безусловно, если были какие-то гормонозависимые опухоли, женской половой сферы тоже нельзя, да? Вот. То есть если вы курите, нельзя. Если вам 35+, и вы курите, тоже нельзя. Вот. По женским травкам. Ну как бы... Свертываемость крови не повышается. Печень не грузится. Никаких осложнений при варикозном расширении вены использования женских трав нет. Хорошо, хорошо. То есть более органно сохраняющий подход и позиция. Вот такая вот вещь. Но это я вам раскинула варианты, как мы можем работать, да? Вот такие у нас с вами варианты. Кто отвечает за приливы, нарушения настроения и так далее. Вы видите, перед вами гипофиз. Ну тут и гипоталамус, но вот гипофиз такой вот красненький. Эстрогены оказывают прямое воздействие на центр терморегуляции, который находится в гипоталамусе. Это выше гипофиза. Этот центр контролирует все процессы сохранения и отдачи тепла организмам. Поэтому, когда мы используем наши фитопрогестероны или наши фитоэстрогены, у нас, ну, женщины говорят, ух ты, стала себя чувствовать лучше, исчезли или стали более редкими вот эти приливы. У кого есть такой отклик, напишите, пожалуйста, чтобы мы знали, что так оно и происходит. Адонома гипофиза, Леночка, нет, Лена, нет. Лекарственная терапия. Единственное, что вы можете запустить систему рассасывания доброкачественной опухоли. Так, у Любы. Ну, Люба у нас вообще профессионал в этом плане. У Олечки есть, да? То есть вы стали использовать, и вот эти приливы, они как-то уменьшились, да? Ну, вижу, я уже несколько чатов веду. Девушки там хвастаются этим результатом. Леночка, я только что сегодня об этом говорила. Система рассасывания доброкачественных опухолей. Говорила я уже об этом. Хорошо. Ая, отлично. Можно схему, просто я уже о ней говорила. Напишите мне в личку или тому человеку, который вас, с чьей странички вы пришли, кто вас пригласил. Да. Дальше. Что надо для эффективной работы гипоталама, гипофизарно-яичниковой системы? То есть у нас не только яичники работают. Смотрите, головной мозг в плотной связке. Первое. Это витаминчики, витамины. Особенно группа В. Кстати говоря, очень сложно наладить достаточное производство, ну и вообще и поступление витаминов группы В. Когда я стала разбираться с этим вопросом, ну слушайте, я столько пивных дрожжей, дрожжей не съем. Просто физически не съем, тем более они мне невкусны. Хотя довольно большой, хороший источник витаминов группы В. Вот поэтому витаминчики группы В. Возьмите какой-нибудь поливитаминный продукт. Или ТНТ, или Суперкомплекс, или Нутрикалм. Вот, кстати, у кого эмоциональная сфера нарушена, Нутрикалм переводится внутренний. Нутри, Калм, Спокойствие. Очень хорошо работает. А также витамин Е. Причем дозировочка приличная. До 400 международных единиц в сутки. В нашем с вами случае это две капсулы два раза в день. Две там маленькие пуговички, такие маленькие капсулки, два раза в день. Сейчас, мне 40, нет признаков климакса. Можно ли пить гормона с вместительной терапией? Ну зачем, Людочка? Ну, цель, какая цель? 51 год, регулярный и месячный, никаких приливов не наблюдается. Пью Дикий Ямс и защитную формулу. Вот, мне 42 года, регулярный и месячный, никаких приливов не наблюдается. Но мне, конечно, всего лишь 42. Пью Дикий Ямс, я лично пью Дикий Ямс и защитную формулу. В защитной формуле есть витамин Е, витамина в группе В, в защитной формуле нет, но вы можете использовать любой другой витаминный продукт. Я люблю Ти-Ин-Ти, очень вкусненький коктейль, и там есть клетчатка. Я люблю Суперкомплекс. Если у вас, если вы на территории Европы или Украины, то еще есть Мига Хилл. Второе, любая женская травка. Любая женская травка. Например, у меня Дикий Ямс, моя любимая, как у Галины. Вот Дикий Ямс очень-очень люблю. Вот, ну сейчас я о всех женских немножечко расскажу. Третье, третье, доставка в мозг. Мало положить в желудочно-кишечный тракт, нужно еще и в мозг доставить. Видите ли, особенность взрослеющего организма, капиллярная сеточка не так хорошо работает, как хотелось бы вообще, да? Соответственно, мы можем сделать доставку в мозг. Готукола – это трава памяти, которая улучшает венозный отток. Нельзя просто улучшить венозный отток, не привлечь на себя при этом артериальный приток. То есть вот так, Готукола работает. Или Гинкобелоба. А это травка, которая, она очень популярна в Японии, и ее используют для улучшения запоминания, для улучшения памяти, для улучшения каких-то вот скорости реакции. То есть для молодости мозга. Это улучшение артериального притока. Артериального притока. И какой-то мембранопротектор. У нас с вами два мембранопротектора. Вообще в мире два мембранопротектора мощных. Это фосфолипиды, а именно лецитин. И это омега-3. Хотите по одной два раза, хотите по две два раза. Господа, это питание. Это питание, это не лечебные какие-то схемы. Это питание с лечебным эффектом. И обязательно седативные травки. Если вас колбасит, если вы не можете спать, если вас что-то раздражает, если у вас приливы, обязательно успокойтесь. Это либо комплекс с валерьяной попробуйте, или восьмерочку попробуйте, или вы в депрессии. Если находитесь, дайте себе отчет, что у вас нет солнца в жизни. Я в депрессии. Попробуйте 5-гидрокситриптофан. 5-гидрокситриптофан. И посмотрите, как это сказать, рецепт от Любочки Теплинской. При приливах. Защитная формула. Это витамин А, Е, С, цинксилен и много трав. Дикий ямс. Это фитопрогестерон. Каллоидные минералы. Это 74 разных макро-микроэлемента. И восьмерка. Это 8 седативных травок. Кстати, там есть и женские, которые ставят эмоции на место. Вот такая вот формула при приливах. Прежде чем пойти по женским травкам, полезно ли худеть в менопаузе? Вот меня одолевают девчонки 60+, которые хотят худеть, худеть и худеть. Причем, чем более жесткие какие-то вот такие вот программы, тем лучше. Но знаете, что именно в период менопаузы нельзя никаких голодовок, никаких ограничительных диет, ничего, что могло бы как-то спровоцировать ваш организм на защиту или как-то его обидеть. То есть, сухость влагалища, зуд, сжение, недержание мочи, возрастные циститы, опущение стенок влагалища. Это основные урогенитальные названия подтекания мочи. Поэтому, у кого есть такая штука, чихнула и подписнула, засмеялась и что-то выделилась, постоянно нужно с этими прокладками ходить, то надо работать. Вот мы уже знаем, как. Мой первый цистит был, когда мне было 17 лет. Геморрагический. Я вообще, я тогда училась в медицинском училище, но и была не подготовлена в этих во всех делах. Я была просто в шоке. Понятно, девочке помладше, ей проще иметь красивые ноготочки и блестящие волосы. И ясное дело, что в этом у нее конкурентное преимущество. Нормально все нормально, а потом вот волосы начинают выпадать прям пачками. И в целом люди постарше, они имеют менее насыщенную шевелюру, чем люди помладше. Девочку 20 лет можно отличить от девочки, невозможно отличить от девочки 70 лет, если смотреть со спины, и они не двигаются. Если все нормально с фигурой, то как бы все хорошо. Но стоит пойти, стоит пойти. Как сразу все понятно. То есть, вот понимаете, где-то что-то трет, где-то что-то побаливает, и походка незаметно меняется. Первый скелетик, скорее всего, молодой. Вы видите, позвоночник относительно ровный. Определенные есть лордозы, кифозы, то есть физиологические изгибы. Потом, смотрите, второй позвоночник. Уже лордозы, кифозы покруче будут за счет вот этого процесса стачивания. Ну, назовем это стачивание. И заметили, пузик как-то выпячивает, что-то он выпячивает. Это же скелет, что бы ему выпячивать. Рост уменьшается. Ну и третий скелетик, чупа-чупс, на ножках. Почему вылазит живот? Потому что еще одна очень серьезная проблема, это проблема с щитовидной железой. Ну, чем привлекать мужчин, чем привлекать мужчин, если нет женских половых гормонов или их мало? Ну, слушайте, мы живем, развиваемся. А пока жизненного опыта нет, пока, ну, как-то вот мало его, да, привлекаем женскими половыми гормонами, выпуклостями, впуклостями, флиртом и так далее. Но когда женщина взрослеет, у нее появляется жизненный опыт, к некоторым, кроме, ну, приходит возраст и мудрость, ну, к некоторым только возраст. Ну, будем считать, что и возраст, и мудрость. И на самом деле привлекаются мужчины не на короткие юбки, не на серьги в ушах, да, а на внутренность, то, что мы из себя представляем, вот этим и привлекать мужчин. Если бы именно этим привлекали мужчин в юности, когда еще и гормоны, и красота, то, я думаю, было бы как-то все-таки поменьше этих разводов и так далее. Поэтому привлекайте бриллиантом своей души. Ухаживайте за своим телом, ухаживайте за своим состоянием, и, конечно же, ухаживайте за своим мужчиной. Ну, давайте я вам расскажу, что думает и как делает организм, и какие у него есть возможности вырулить из различных нехороших онкологических ситуаций, как туда не зайти. А сегодня просьба моя остаться возле экранов тем девчонкам, у которых есть такие состояния, как миома матки, бастопатия, гиперплазия эндометрия, полипоэндометрия цервикального канала, дисплазия шейки матки и эндометриоз. Это заболевания переходного возраста, это заболевания, связанные с нарушением соотношения, правильного соотношения метаболитов, то есть обломков женских половых гормонов. А сегодня нам нужно разработать лечебную схему эффективную, потому что я вам так скажу, в медицине в целом, ну как бы эти состояния не лечатся, они диспансерно наблюдаются. Итак, как избавиться от миомы, мастопатии, гиперплазии эндометрия? Если у вас есть хоть одно из этих состояний, еще раз напоминаю, нельзя мириться, нельзя пассивно ждать, пока вас прооперируют. У вас это не то состояние, что вас нужно хватать и быстренько под нож. Нет, у вас есть 3-6 месяцев показать доктору классную, классную динамику. От 3 до 6 месяцев у нас всегда есть. Поэтому давайте проведем эти 3-6 месяцев, ну очень-очень эффективно. Если вы имеете хоть одно из этих состояний, знайте, что любые синтетические гормоны, будь то лекарственные препараты, которые вам назначил доктор, либо заместительная гормональная терапия, синтетические гормоны идут не по первому безопасному, не по второму пролиферативному, а по третьему, по онкотипу детоксикации, генотоксический или 4-гидроксипуть. Поэтому их использовать для лечения нельзя. Надо обесценивать результаты ничего труда, ни своего, ничего другого. Если я пользуюсь этими средствами, значит, я их проверила, по крайней мере, на себе. Но на самом деле, 10 лет используя различные биологически активные комплексы, ну вы знаете, я как-то научилась в них разбираться, и вы мне очень сильно помогаете разбираться в них, потому что, ну, каждый день я разбираю порядка 10-50 различных вопросов. Как вы думаете, можно накопить клинический опыт? Я думаю, что можно накопить клинический опыт. Дело в том, что каждый второй из нас умрет от инсультов, инфарктов, от атеросклероза, может быть, догонит Альцгеймер какой-нибудь, или другая форма деменции. Понимаете, в чем дело? А вдруг у меня все-таки не 100% дефицит? Вот что делать тогда? А хватает ли мне B9? А вы сами себя проверьте, кушаете ли вы свежие фрукты, кушаете ли вы свежие овощи, или у вас все термически обработанное, сквашенное и так далее. То есть, пищевая недостаточность, это когда вы не кушаете зелени, вот просто игнорируете зелень, салаты не ваши, вы не кушаете зелень, потому что зелени очень много B9, и не кушаете высокобелковые продукты, в том числе животного происхождения, например, мясо. Ну, не обязательно мясо, может быть птица, может быть рыба, но все-таки. Вот, если у вас хоть какая-то патология желудочно-кишечного тракта, например, хронические поносы, это точно будет дефицит по B9, дивертикулиты бесконечно обостренные. Если человек, ой, боже, есть такие люди интересные, которые не могут договориться, перестать жрать, сам себе договориться, поэтому они идут договариваться с хирургом, чтобы хирург отпонахал ему половину желудка и какую-то часть тонкой кишки, чтобы была меньше площадь, откуда всасывать. И хирурги же идут на это, вот, и там будет дефицит по B9, потому что нечем всасывать, резекции. Субтитры создавал DimaTorzok